давай-давай выпрямляйся настя выпрямляйся ты сейчас похожа на ребенка который на лице нарисовал или какими-то какими-то фломастерами какой-то рисунок понимаешь и прячется боясь что родители его поругают ты же знаешь мы уже вышли с того возраста когда мы будем ругать друг друга тем более слышала я не ты нет хорошо посидим еще чуть-чуть а у меня другой вопрос ты теперь будешь время так ходить что я понимаю что пандемии тебе на руку ты можешь маска в масках только у меня вопрос тогда зачем это все нужно было делать если ты собралась ходить маски ты маски могла ходить и предыдущий с предыдущим фейсом давай 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 я смотрю тебя хочу посмотреть на тебя при свете дня не в пути потому что мне может заклинить голову как бы от твоей красоты давай не поедем никуда пока не даже не честно не честно настенька то что у нас не смеши меня мне больно смеяться говорить тоже и говорите смеяться тебе больно да и как долго тебе это теперь все на всю жизнь тебе будет больно говорить слушай варик вообще нормально это стоит любых денег если твоя женщина теперь не сможет говорить она будет теперь постоянно молчать это может стать новым трендом настенька ну давай давай не заставляй принимай применять грубо мужской силы я съел две таблетки валидола поэтому если чём не в рюкзаке валерьянка еще есть это прекрасно давай я готов анастасия ты сейчас можешь перегреть температуру интриги и не будет эффекта вау давай ну выпрямись пожалуйста мне правда больно очень говорите смеяться мне больно на это смотреть с вами с глазами какая-то фигня я не понимаю о чем ты говоришь хорошо пожалуйста ну первое что бросается в глаза ну тебя подбородок стал два раза длине ну можно так сказать но это меня и здорово дачи ты лица женщина куда ты делал мою жену я надеюсь что это комплимент да комплимент скажи пожалуйста тебя не было весь день тебя не было весь день значит я не было всю ночь и не можешь говорить ты не можешь смеяться не нам у тебя смеяться на больного так у тебя вообще какая-то другая насти отечет еще что я что еще сделал я чуть не вижу но что-то понимаю но не могу что еще делали много что делали надо подбородок губы вижу да что еще что еще делали глаза глаза сделали ну не цвет же глаз тебе делали не одни а что сделать ну тут вот заполняли то что были синьки под глазами и впадины лишний это конок остались ну смотри я тебе уже говорил да что как бы я приму любое твое решение как бы да у меня остался только один вопрос который беспокоит всех спонсоров этого мероприятия how much is the fish как говорил как как говорится в одной известной песни группы скутер не скажем ты охренела давай говори ведь не скажу скажем на что ты не сечешь вообще тему а я не в секунду если тебе не в секунду что тебе могу все сеть когда узнаем сколько стоит не прячь если это стоит так вы должны все видеть говори сколько это стоит я просто под водочку сделаю под водочку в смысле то есть накроешь стол водочку потом скажешь под водку сделаю ну во первых это очень хороший мастер очень хороший мастер она работает со звездами шоу-бизнеса и она очень крутая к ней реально люди с москвой приезжают у нас очень хороший мастер армен обувь ремонт делает он реально хороший мастер и кстати недорого первая подводочка подводочка то что она работает на хороших качественных сертифицированных препаратов то есть не кусок говна тебе какой-то в кольт про который ты не знаешь да нормальный протест то есть то есть что получается вот каждый каждый твой тот момент во первых это который это каждый это ноль к сумме что ли я бы сказала даже 20 к сумме в конце еще 3 я хочу узнать сколько стоило твое сколько стол на лицо под сколько стоило твой лицо под ключ потому что я пока не могу сказать что это типа как вообще прекрасно и удивительно ну давай же не томи что ты застрял это что там ищешь мне просто не произнести эту сумму они произнеси эту сумму ты охренела ты охренела ты охренел это бы нася куда стоять закрой дверь нахрен закрой дверь это были бабки на iphone ну я с тобой договаривались что ты купишь себе iphone когда он выйдет я копила типа на iphone ты мне добавил и я хотела купить iphone а потом это я мы хотели чтоб ты купила себе iphone новый а потом я так подумал просто что он не поймешь наверное я мальчик я тебя не пойму ты за сотку сделала что целый день тебя не было ты пришла у тебя второй подбородок ну смысле он стал каким-то другим губы какие-то глаза еще что-то 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей за подводочку что какая подвозь 100 тысяч рублей нет вот смотри я понимаю зубы вот я зубы сделал я ем я ими ем нет этих другой я ими ем понимаешь я ими ем я ими улыбаюсь они одну типа скажем так стоит того понимаешь тихо спокойно зубы зубы стоят того да я могу даже про сиськи понять ну цену на сиськи до тысячи стоит 350 400 ну так ты чё собралась их у анджелина джули отобрать что ли не почему такие бабки то где что за кознал я рекламу на плакатах вижу улыбающая щетелочка с нормальной грудью 175 тысяч рублей пассажирских цен женщин сейчас евро 92 рубля но тоже вырос все эти импланты даже по тем шестичкам привозят ты замерил евро вырос доллар вылаз вырос цены выросли да а доходы пока не растут понимаешь нет даже я тебе как причем здесь доходы ну ты должна же как-то тратить на я хотя бы областной дальних и слова сказать мне реально тяжело говорить первый момент я хотел купить себе iphone мы хотели купить не iphone так я подумал что через год опять выйдет новый iphone так я захочу там опять новый iphone и по сути как бы он мне вроде как бы нужен а вроде как и не нужен понимаешь лицо это учитывая что я снимаюсь и меня смотрят многие люди и я не молодею с годами то есть это та фишка которая как бы ну она в нереально нужно будет и не хочу 50 лет выглядеть на 70 понимаешь то есть iphone в кадре не видно а лицо в кадре типа видно да и следующий момент ну ты часто кричишь там 100 тысяч рублей это просто это а слушай вот это не пьешь коньяк я тебе под водочку сделала да про доктора про препараты и с кем она работает ты за сколько пешка не что за сколько ну сколько стоит коньяк который ты пьешь знаешь сколько стоит конечно но скажи сколько он сколько он стоит 5000 рублей 5 тысяч рублей хорошо почему ты не пьешь коньяк три звездочки российский который стоит там 650 рублей я слаб желудком боюсь окей меня не откачают после следующий момент ты хочешь спортзал и кстати смотри чуть не пускай отождеств и хочешь сказать сколько стоит абонемент ну началось нет во первых каждый этот зал я покупаю я сейчас скажу я покупают абонемент на год я понимаю и меня тоже косметологу так и через год следующий вид ну понимаешь да чем я говорю твой абонемент стоит я не знаю как 4 абонемента в том же олимпик тачи понимаешь на доблести даже q45 ну так почему ты выбираешь ты же выбираешь для себя лучше зал получше до коньяк получше почему я не могу выбрать для себя ну получше там врача тем более нас был там опыт когда мне накололи понимаешь и я от этого избавлялась и выглядела это просто ужасно и мне наверное наверное ты права мне просто тяжело в этом мне тяжело представить вот это за 100 тысяч рублей ну то есть мне реально тяжело это представить поэтому я его за мной и даже не сказать что я возмущен я удивлен просто понимаешь вот этой всей к неделю 100 тысяч рублей косметологии щас ничью дорого да еще на парадный будет стоит столь и просто поменять ладно тут и позу такую позу такую приняла то есть давай если я зал поменю на подвал с батареями буду там качаться батареями да и коньяк перестану пить можно вернуть сотку ну что эти могу сказать я рад что у тебя есть возможность выбирать между айфоном и лицом надеюсь ты сделала правильный выбор и твое лицо тебя будет радовать больше чем iphone справедливости ради я могу сказать что если я привыкну мне понравится и например твоим зрителям тоже то iphone бы радовал только тебя а твое новое лицо будет радовать всех если она приживется в умах зрителей она пока еще в моем уме не прижилась неделю ролики не выходит так недовольный результат нет я тебе сейчас не про я ты мне про сейчас обычно это стоит сотку посмотри на меня другим взглядом и сравнись с тем кого ты видел вчера вечером вот смотри как я тебе просто объясню да когда вы даже берешь iphone в руки да ты тоже сможешь на него и думаешь 100 тысяч рублей что может стоить здесь 100 тысяч рублей мы понимаем маркетинг бренд и именно него работали там до 30 лет понимаешь там jobs на него корячился там я понимаю да вот какой-то момент с тем же коньяком я понимаю я его пью я понимаю в чему отличается есть люди которые не втыкают им что за 1600 рублей что за 5000 что за 20 колопами и клопами пахнет понимаешь то есть это наверное все таки от собственного принятия и восприятия той той услуги или той вещи которые ты покупаешь за безумные бабки понимаешь я я понимаю тебя я распереживался только потому что я наверное хотел тебя видеть с новым айфоном они с новым лицом но ты решила что все-таки на тебе новое лицо важнее чем новый iphone сейчас я наверное уже понимаю что это наверное выбор каждого и как ты себя вот примешь что тебе действительно нужно да у меня что же лоховской телефон которому два года я не могу на него найти защитную пленочку которая вся отколупалась их уже не делают на алиэкспресс только если только поможет нам понимаешь я думаю что знаешь какой момент пользуясь случаем давай мы спросим у наших зрителей просто интересно да есть кто кто у нас веществом а кто у нас эстетикой есть те кто к тех веществ и исты 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 эстетисты веществ и сетисты правильно ли настя сделала что нет значит надо посправить ради сказать у нее были эти бабки она могла ими распоряжаться как угодно да это понятно все она могла их пойти и отдать я не знаю там фонд каких-нибудь хромых черепах до которые погибают там без гипсов вот неважно там помочь размножению карликовых сусликов там это ее это йоди я будилья я бы еще больше конечно я вообще похерел на я бы наверно сразу развелся до шучу нет конечно но и разговор больше бы денег никаких бы не получил никогда правильно поступила что она вот взяла и например ведь многие же по-разному рассуждают да вот iphone это что то что можно взять в руку например да и вот как то вот вот взять в руку и почувствовать вот те бабки которые да и там почувствовать какой-то свой мини мини статус какую следующую ступеньку что у тебя был там какой-то хуй увей а теперь у тебя iphone да вот для многих это важно да что у тебя не было ничего ты был там это я про женщин тоже чтобы она была не не прокрашенная да там какая страшненькая в говняных шмотках но с айфоном ездил на маршрутке да но с айфоном последним для кого-то это важно вот настя сделал выбор в пользу лица правильно она сделала или нет я пока не понимаю сейчас на самом деле никто не поймет потому что я только вчера это все сделал мне сейчас присутствует отек везде как бы и все это встает там в течение недели-двух и только тогда можно будет понимать если за мысль лицо iphone или фонд под помощи бездомным животным уже есть вам можно говорить об этом а сейчас как бы но об этом говорить но не знаю если только за мысль если бы я за результат если бы я скажем так на заводе бы 10 лет копил бы эту сотку на тебе на iphone да и вот сейчас бы произошла эта ситуация то у тебя отек бы на лице четыре раза больше и он бы не спал даже за неделю я думаю что как бы и глаза будет уже поменялись ты бы видеть начала бы только через через месяц ими вот это я к тому что наверняка найдутся такие люди которые как она пишет что короче напишите пожалуйста вот как вы считаете ну покажи себя вот в профиль вас там так чего профиль раз правильно настя сделала или нет давайте так мы даже не надо писать нравится ли не нравится настя на лицо это все таки ее выбор да вот она есть не и вот есть ним кайфово вы напишите iphone или лицо вот что надо было купить то в итоге iphone все-таки или сделать себе лицо на космические бабки гадина следующий на очереди зубы я буду копить опять на iphone потом пойду еще набрать систему валю меня слушаем зубы ведь искал зубы это это такая история ты не пользуешься каждый день понимаю я как бы лицом тоже пользуюсь каждый день айфоном тоже каждый я уже смотрел айфон у меня нет и не будет я мне было тяжело сделать этот выбор реально тяжело и ну потому что хватит плакать тут сейчас меня ставишь раком в неудобное положение типа я подрастила лицо я такой блюду как-то не надо наверное я пошел откладывать теперь на новый айфон и думаю нихера меня так грамотно вы выбор а теперь короче выбора нет это тебя бог не фраер он все видит тебе хоть больно смеяться разводить сидит меня пишите а я поеду ей макияж помогу наложить да я кстати без макияжа вообще нет косметики никакой нет косметики и совести а